На этих кадрах фильма «Судьба диверсанта» режиссера Дмитрия Астрахана 30 июля 1943 года. Ночное небо над белорусским городом Осиповичи стало красным от огненного заря. На железнодорожной станции один за другим взрывались вагоны с горечью. Не доедут, не доедут поезда до станции назначения. Огонь охватил состава с боеприпасами и техникой, которые фашисты так ждали на Курской дуге. Охрана станции в панике палила в воздух, думая, что это налет русских бомбардировщиков. Никто и представить не мог, что эту диверсию устроил всего один человек – Федор Крылович. Сегодня то, что совершил Федор Крылович, принято называть самой масштабной, результативной, сухопутной диверсией в истории Великой Отечественной войны. Взрывы и пожар продолжались весь следующий день. Фашисты понесли колоссальные потери. Были уничтожены 4 эшелона, а это 25 вагонов с бензином, 8 цистерн с авиамаслом, 65 вагонов с боеприпасами, 5 танков «Тигр», 3 танка «Л-10», 7 бронемашин, 12 вагонов с продовольствием. Впечатляет, не правда ли? Однако тогда, в 1943-м, Крыловича даже не отметили награды. Много лет шли споры о роли других людей, которые так или иначе имели касательство к операции, и трое из них даже были удостоены звания Героя Советского Союза. И лишь недавно появились документы, которые помогают прояснить детали. Однако, еще не до конца тайны и мифы остаются. Что же произошло? И почему биография Героя полна белых пятен? На этих кадрах киноэпопея «Битва за Москву» режиссера Юрия Озерова в первые часы Великой Отечественной войны. Немецкие самолеты сбрасывают бомбы на города Белоруссии. Только в Минске в ходе шестидневных авиаударов было разрушено 80% жилой застройки города, полностью уничтожен центральный район, железнодорожный узел и 330 промышленных предприятий. В ночь с 22 на 23 июня фашисты впервые бомбили южную часть города Осиповичи, где размещался военный гарнизон и железнодорожную станцию. Многие жители погибли во сне. Разбуженные взрывами люди в панике покидали дома, которые на глазах превращались в руины. Мы почувствовали страх, бомбежка и прочее, и прочее. Как люди бежали, как люди прятались, как люди уходили, как беженцы во все стороны бежали. Это, конечно, я помнила. Федор Крылович выбежал на улицу Спарсония. Всюду лежали люди. Увидев пожилую соседку, упавшую вниз лицом, бросился на помощь, но поздно. Военкомат Федор Крылович явился одним из первых. Рвался на передовую, но получил отказ, потому что работал электромонтером на железнодорожной станции. Все железнодорожники бронировались. Представьте, первые дни войны. Это самые люди нужные, которые должны были быть на месте своем. Что такое уволь электрика на станции, а там светофор не работает или что? Это же надо срочно менять. Олесь, возвращайся к Постоповича, иди на станцию и работай. Да я воевать хочу! Ты что творишь, Олесь? Олесь, что ты делаешь-то? Черт! Остынь! Не хотят ты, в конце концов! Станция – это стратегический объект! Понимаете? Федора было 25. Эмоции захлестывали. Он решил во что бы то ни стало попасть на передовую. и вместе с товарищами покинул город, чтобы присоединиться к частям отступавшей Красной Армии. Но не успел. Еврей? Да. Идите обратно домой. Домой. Тогда останетесь живы. 30 июня 1941 года гитлеровцы заняли Осиповича. 2 июля весь район. Жителей шокировало поведение оккупантов. Они бегали по всем дворам. Они ловили курея. Они ловили поросят. Таскали. Все. Страшно было смотреть. Однако куда страшнее оказалось то, что фашисты делали с мирными жителями. В городе был создан концентрационный лагерь. В южной части Осиповичей, население которого почти на 13% состояло из евреев, появилось гетто. Попадавшие туда люди лишались всяких прав. За малейшую провинность их ожидало единственное наказание – расстрел. Остальных жителей города принуждали к трудовой повинности, бесплатным работам. Всех железнодорожников, включая Федора Крыловича, обязали выйти на свои места. Передвигаться по городу можно было только по специальным пропускам и только в светлое время суток. С 7 вечера до 4 утра устанавливался запрет на выход из дома. Комендантский час. И нигде ни в одном окне не должно было света быть. Если они увидят, они ходили по городу, ходили все. Если они увидят, что где-то что-то вот светится в окошке, какой-то свет, они сразу сжигали полностью все. Напротив нас было такое, горит что-то где-то. И когда, говорит, дедушка, я посмотрел, горит напротив дом. Оказывается, напалмом этим они увидели свет, и эти люди спаслись только через то окно. Нацистская пропаганда убеждала, Москва пала, война скоро закончится, разумеется, победой Германии. Кое-кто открыто этому радовался и охотно сотрудничал с фашистами. Работник полиции должен всегда помнить, что он стоит на важном участке общего фронта Новой Европы против большевизма. Федор ощущал близгливость по отношению к таким людям. Сам он твердо решил узнать правду, что происходит на фронте. В населенных пунктах местные жители по приказу оккупационных властей были вынуждены сдавать всю радиотехнику, и таким образом они были отрезаны от известий с линии фронта. Вспомнив навыки связиста, полученные во время армейской службы, Федор сам собрал приемник. Крылович на всю жизнь запомнил ту ночь, 13 июля 1941 года, как в тусклом свете ночника долго настраивал приемник, но что-то не получалось. Федор нервничал. Неужели что-то не рассчитал, и радио не заработает? А может, и впрямь враг занял столицу? И вдруг сквозь шипение пробился отчетливый голос. Говорит Москва. Советская авиация, которую гитлеровские хвостуны еще в первые дни войны объявили разбитой, по уточненным данным, уничтожила 2300 немецких самолетов и продолжает систематически истреблять самолеты противника и его мото-мех-части, громить аэродромы и военные объекты. Федору казалось, это самый счастливый миг в его жизни. Как жаль, что это слышит только он один. Эх, рассказать бы другим! И тут в дверь постучали. Спрятав радио под кровать, Федор пошел к двери. Сердце бешено колотилось. На пороге стояли охранники станции. Его вызывали в депо. Отключился свет. Стало ясно, принимать радиосводки дома слишком опасно. Крылович решил обратиться к давнему другу отца, Ивану Потоцкому. И вот дедушка в печке, в спальне, у нас одна была спальня светлая, другая темная. И в темной, в этой спальне, как раз выходила сторона печки. И вот он вытащил там эти кирпичи из печки, и туда они вставили этот приемник. Федор страстно мечтал поделиться информацией из советских сводок. Но как? Нужны были помощники, надежные и верные. Где их взять? Федор родился в Минске за год до Октябрьской революции в семье железнодорожного кондуктора. Когда мальчику было 12 лет, от тяжелой болезни умерла мама. Старшие брат и сестра уже жили отдельно. Младшего взяли на воспитание родственники. Так что, когда отца перевели в Осиповича, с ним отправился только Федор. Отец работал целый день, а он один. Тогда дедушка говорит отцу Фединому, скажи, чтобы ваш хлопчик приходил к нам. С нашими детьми будет уроки делать, в одной же школе учатся, уроки делать будет, и все такое. Так он приходил, так он и в другой раз ночевать оставался. Окончив семилетнюю школу, Федор поступил в Витебский электротехникум. Но жить в чужом городе приходилось впробовать. Так что, отучившись всего год, Крылович вернулся домой и сразу пошел работать на станцию электромонтера. А вскоре стал местной знаменитостью. Смелость отчаянная была. Была там у них в Осиповичах пожарная колонча высокая. И там решили восстановить, повесить красное знамя. Никто не полез. Ну, праздник был какой-то. А он залез, мало того, он там еще наверху кувыркался, делал гимнастические упражнения. После этого юного комсомольца назначили помощником уполномоченного по делам физкультуры и спорта в райисполкоме. Смелому парню девушки не давали проходу, но он был верен лишь одной – скромной Наде. И в 20 где-то, или в 21 год он женился. Женился, и у него родилась девочка Света, такого возраста, как и я. Вскоре Крыловича призвали на срочную службу. Уже через год он принимал участие в боях у озера Хасан, затем в разгроме японских милитаристов на реке Халзин-Кол. Затем его часть перебросили в Карелию. Был на Советско-финском фронте, на Карельском перешейке. Старший сержант уже его было последнее звание. В 1937, 1938, 1939, 1940 он был демобилизован. Вернулся в звание старшего сержанта. Бывалый фронтовик пользовался у земляков огромной популярностью. Подтянутый, уверенный в себе, Федор мог и лихо сплясать на праздники, в присядку. А мог и дельный совет дать, когда дело касалось ремонта любой техники. Молодежь вообще очень любила Крыловича. Уважала его, ну понимаете, как это был такой неформальный лидер среди молодежи. Чем он отличался? Он физически был очень здоров. Вот. И бесстрашный, храбрый. И вот ощутив потребность организовать сопротивление оккупантам, Федор стал собирать единомышленников. Они записывали эти листовки, а потом они разносили эти листовки, расклеивали и так далее, и так далее. Конечно, это было опасно, это было очень трудно. У нас рядом была комендатура, где сейчас железнодорожная больница бывшая. Так они умудрились туда залезть и в каждый кабинет положить по листовке. Ну, конечно, было и скандал, немцы устраивали и все такое, но никак не могли поймать. В то же время на железной дороге начали стихийно возникать группы, которые занимались саботажем. В одну из них вошел и Федор Крылович. Он засыпал песок в буксы колес. Из-за возросшего трения смазочное масло загоралось прямо в пути и выводил из строя целый состав. К тому же в октябре 1941-го подпольщикам удалось установить связь с партизанами, которые действовали в окрестностях Осиповичей. С помощью Крыловича-старшего, опытного революционера. Крылович Андрей Андреевич – это отец Федора Андреевича. На момент войны ему было уже 60 лет, но он работал также на железной дороге. Он связался сразу же с подпольщиками, помогал очень активно подпольщикам. Элементарно даже бумагу, там машинку печатную достать, медикаменты, там простыни. Короче, ну целый ряд вот то, что надо было партизанам. Ну я уже не говорю о сборе оружия, боеприпасов там и так далее. Ну и любым способом совершать, любыми способами диверсии. Летом 1942-го Федор Крылович передал Ивану Потоцкому информацию о движении поездов через станцию. Тот отправился в лес якобы накосить сено для коровы. Однако вызвал подозрения у соседа. В тот же вечер в дом Потоцких вломились полицаи. И значит дедушки говорят, слушай, ты партизанам помогаешь. Вот я, поставили меня вот так у забора малую, и один говорит, ты знаешь, старый, вот если ты не признаешься, мы сейчас ее и тут и застрелим. А дедушка говорит, ну стреляй, стреляй. Ты ж меня никак ты своему начальнику скажешь, за что ты меня расстрелял, этого ребенка, за что. Так он со злости поверх головы вот так очередь дал. Когда Федор узнал о случившемся, у него перехватило дыхание. Он уже привык к мысли, что рискует собственной жизнью, однако даже представить не мог, что подвергает опасности близких. Впрочем, выбора не было. Заданий становилось все больше. К весне 1943 года Федор Крылович уже возглавлял несколько подпольных групп. Был как руководителем комсомольского подполья. У него было 9 небольших групп, в каждой которой было по 3-4 человека. Но это целесообразно. Если группа, скажем так, она проваливается, то хотя бы что-то других они не выдавали. По данным партизанской статистики, за два года подпольной группе Крыловича удалось уничтожить 21 цистерну с горючим, 13 платформ, вывести из строя 38 электромоторов. Но, ведь понимаете, какой принцип? Совершит их диверсию, начинается следствие, и закон существует, что пока подполье, оно, как говорится, в подполье не работает, то оно может долго существовать. Но если совершают какие-то деяния, то спецорганы очень быстро выходят на них. То есть путем подставки своих людей. Ну, методики очень много. Так для одной из групп роковой стала ошибка подпольщиков. Они опоздали на встречу с сотрудником типографии и доверились веселой, симпатичной девушке. Ну, а она ж такая молодая, игривая. Вы, ребята, что? Вы чего? Вы как? А почему вы пришли? А зачем вы пришли? Ну, а хлопцы, ну и все. А вот тут нам один обещал передать. Что она делает? Берет этого Саше доску, берет этот шрифт весь и отдает этим хлопцам. И смотрит, и сразу за ними наблюдает, куда они поехали. И они доехали до моста Вязкова, и там их задержали. Их тут же расстреляли. Сотрудник типографии, который подготовил для передачи партизанам шрифт и наборную доску, был арестован. Но и под пытками не выдал руководителя своей группы Федора Крыловича. К июню 1943 года охрана станции в разы усилилась. Фашисты готовились к наступательной операции «Цитадель» на Курской дуге. Через узловую станцию на восток шли эшелоны с боеприпасами, техникой и горючим. Деды вместе со своими друзьями начали дедушку донимать того, что надо что-то делать. Составы большие стоят, загруженность большая. Надо что-то делать, надо уничтожать. Но для крупных диверсий не было главного – взрывчатки. 24 июня 1943 года ЦК ВКПБ принял постановление о разрушении железнодорожных коммуникаций противника методом рельсовой войны. По ставке взрывчатки партизанам и подпольщикам планирование диверсий приняли централизованный и системный характер. Крупная диверсия планировалась и на станции Осиповичи, силами спецгруппы НКГБ Белорусской ССР, храбрецы, действовавшей в тылу врага. Секретарь Могилевского обкома комсомола, партизанивший в районе Осиповичи, рекомендовал группе своего связного Федора Крыловича. И вот 8 июня 1943 года на базу спецгруппы близ деревни Рожанов на парашютах сбросили английские мины. Теперь требовалось доставить их к месту диверсии. Партизаны спрятали мины на дно бидона с черникой и передали его Ивану Потоцкому, который взял с собой на сенокос жену и внучку. Ну и дедушка принес, бабушке дал ягоды, ну а бабушка ж не знает, что к чему. Она взяла эти ягоды, значит, и вот они идут. Они идут, идут через этот мост, а там эти полицаи и опять, ну что старые, опять траву несешь, опять это все. И ягоды насобирала Жанчинка. И она, да, высыпь, насыпь. Ну и она, значит, ему там отсыпала, она же не понимает, что там это. А дед говорит, а я стою, а у меня и сердце замирает. Только дома пожилая женщина узнала, какой опасный груз пронесла в бидоне через полицейский кордон. Конечно, начала ругаться, начала говорить, ты нас подводишь, ты ребенка угробим мы. Нас и так далее, и так далее. Он это все выслушал молча, все это заполнил, и ей говорит, на, бери ее, Феде неси. Крыловича неси. Впрочем, есть и другие версии того, как взрывчатка попала к Крыловичу. Долгое время считалось, ее диверсанту вручил секретарь Могилевского подпольного обкома комсомола. Однако в начале 70-х годов в редакцию одной из белорусских газет пришло письмо от политрука группы «Храбрецы» Сергея Шевчука. В котором он подробно описал, как 25 июля 1943 года лично передал Федору Крыловичу шесть мин и провел подробный инструктаж. минировать эшелоны в двух местах, желательно с горюче-смазочными материалами. Ставить эти мины целенаправленно ставились в хвосте и в голове поезда в двух местах. Задержка мин планировалась на 3 часа, до 3 часов, и ставили ее, как правило, на максимальное время, чтобы поезд в момент следования, взрываясь где-то на перегонах, отвлекал внимание от исполнителя, и оккупанты думали, что это дело рук партизан. Вероятно, если бы диверсия не увенчалась грандиозным успехом, такого множества версий не возникло бы. Но так ли уж важно, кто именно передал взрывчатку? Куда важнее, как Крылович ее использовал? Федор узнал поздним вечером, 29 июля 1943 года, как раз в его смену, на станции ожидается прибытие транзитного поезда с горючим. Это был идеальный объект диверсии. Теперь Крылович ломал голову, как приблизиться к составу. Около каждого состава, часовой ходил вот так вдоль каждого вагона, каждого состава ходит часовой. Федор решился на рискованный шаг – устроить в нужный момент аварийную ситуацию на станции. Они с ребятами решили, отключить свет надо в депо. И они договорились. А Федор был дома, он же как мастер. Как раз его была смена. И вдруг отключается свет в депо. И его вызывают. Крылович отправился искать и устранять причину аварии. В ящике с инструментами на самом дне спрятал две мины. Постоянно что-то портилось. Дежурный электрик, он проверял состояние, он ходил. Конечно, доверие к нему было определено. Там инструменты, эти мины взял и пошел. Сердце Федора бешено колотилось. Времени оставалось немного. Вскоре состав с горючим должен был отправиться в сторону фронта. Крылович в темноте шел вдоль железнодорожных путей. Вот он, тот самый поезд, последний вагон, цистерна с горючим. Часовой как раз отвернулся. Федор вытащил из ящика мину на магнитах. Осторожно, протянув руку к цистерне, разжал пальцы. Мина тут же прилипла к металлу. В следующий момент услышал «Хальт, стой!» Два немца встали по обе стороны от Крыловича. «Аусвайс, пропуск!» Через силу улыбнувшись, Федор показал документ. По пути его останавливали еще несколько раз. Вторую мину удалось пронести через весь состав и закрепить на первом вагоне поезда. Казалось, самое трудное позади. И заминированный эшелон вот-вот отправится. Федор ушел в депо чинить проводку. Однако время шло, а состав не трогался с места. Федор Крылович оставался на работе, где чинил проводку в присутствии немца-бригадира. Прозвучал первый взрыв. Все прильнули к окнам и увидели, как на станции начался грандиозный пожар. Маневровым паровозом немцы попытались оттянуть часть горевшего эшелона. В это время сработала вторая гигантка. В голове состава. И ситуация стала неуправляемой. Все вскочили. И, ну, я как ребенок, я не понимаю. Мне же уже было, наверное, 5-6 лет где-то, уже в таком возрасте. Я ничего не понимаю как. Все, только кругом стало так светло. Полезли на крышу, на дом, посмотреть, что там происходит. Оглушительные взрывы были слышны на много километров вокруг. В небо то и дело взметались громадные вспышки пламени и клубы дыма. По округе разлетались обломки вагонов и цистерн. Такое было расстояние, что потом два колеса из-под вагона у нас были здесь, вот на интернациональной улице, около старого переезда. Колеса эти нашли даже. Вот такая была. Вот это вот, это я помню. Вот это я помню. Вскоре Федору Кирилловичу удалось выяснить, почему состав никуда не ушел и взрывы прогремели на станции. Есть такие данные у нас в одном рапорте, что в это время где-то под Жлобином партизаны другой группы повредили полотно. То есть встало, скажем так, движение. И этот эшелон педантичные немцы, хотя они такого обычно не делали, загнали в Могилевский парк. В Могилевском железнодорожном парке от стоя уже ждали отправки на фронт три эшелона с боевой техникой. Главным и самым ценным грузом были новенькие «Тигры». А это была супермашина. Очень дорогая, очень сильная, очень мощнейший танк. Точность и прицельность, он вообще очень было мощным. Ровно в три часа ночи рванула первая мина. На воздух взлетела цистерна с горючим. Затем сдетонировала соседняя. Началась цепная реакция. Пламя быстро перекинулось на состав из техники. Когда сработала вторая мина, все вокруг заполыхало. Взрывы продолжались 12 часов. В городе царил хаос. Бушующий огонь перекинулся на расположенный неподалеку лагерь военнопленных. Они не замедлили этим воспользоваться и совершили массовый подряд. Когда началась эта паника, когда началось это свето-представление, взрыв начался, на той стороне, за депо, было здание. Это было здание такое, где сидели люди, смертники. Там оттуда, с этого здания уже, никто живым не выходил. Когда только началось это все, взрыв этот, повылетали окна, повылетали двери все. Этот взрыв, он просто разметал все, охрана была перебита или разбежалась. Очень многим людям это спасло жизнь, потому что военнопленные тоже ушли. Как относились к пленным красноамейцам, все знают. То есть очень многие из них погибали от голода и просто их расстреливали. Подпольщикам удалось спрятать многих сбежавших, переодеть, а затем в течение нескольких дней по одному или по двое вывезти из города в лес. Свои люди показывали, дедушка стоит, а ему показывали, вот к старику вот этому двое подходите, потому что больше трех человек ходить нельзя было. Вот к этому старику ходите, будьте, держитесь этого старика. И дедушка рассказывал, что он идет по одной улице, а те двое идут по другой улице. И дедушка доводит до, например, вот до леса там или до какого-то пункта доводит, там дальше ведут в лес, в партизанский отряд. Между тем на станции, даже когда на вторые сутки удалось погасить пламя, движение по-прежнему было парализовано. Взрывами повредило железнодорожное полотно, разметало множество боеприпасов. Для обезвреживания этих бомб и снарядов немцам пришлось вызывать саперов из Минска и Могилева. После того, как прекратился пожар спустя сутки, начали подсчитывать ущерб. Считали колесные пары, считали платформы, и поэтому уже восстановили как бы тот же металлолом, оставшийся от танков. Последствия диверсии разбирались в немецком генштабе. Многие высокие чины были сняты со своих постов. В результате диверсии, данной диверсии, оккупанты потеряли два эшелона в составе 67 вагонов с авиабомбами и боеприпасами, пять танков «Тигр», три танка «Л-10», десять бронемашин, пять паровозов, восемь цистерн с бензином и двадцать вагонов с авиатопливом, двенадцать вагонов продовольствия, убито и ранено до 135 человек. Вот такие потери были. До сих пор Крыловичу удавалось оставаться вне подозрений, но в этот раз его вычислили быстро. Федор уцелел, потому что вместе с отцом немедленно после диверсии ушел в лес. Семью Потоцких, о дружбе которых с Крыловичами было известно, спасла девушка из подпольной группы. Она по заданию партизан устроилась на службу в комендатуру. Прибегает эта связная из комендатуры и говорит, уходите, сейчас же уходите, за вами уже поехали. Поехали, но я сказала, что вы в конце, в депо, и они поехали туда. И она вот прибежала, и мы на улице, дедушка косу на плечи через переезд, Коля на велосипед через переезд, а меня бабушка за руку взяла и тоже через переезд. Но самое интересное было, что она в партизанский отряд пришла в халатики, и в фартухе, как стояли, как стояли, вот так и пошли. Группу подпольщиков принял под свое крыло Виктор Ливенцев, командир 1-й Бобруйской партизанской бригады. Федор Крылович возглавил в ней разведывательно-диверсионную группу. Ливенцев назначил его начальником передовой разведки, скажем так. Он, так как знал местность, знал людей, он выполнял эти задания. 23 июня 1944 года началась одна из крупнейших стратегических операций Великой Отечественной войны – Багратион. Общий замысел Генштаба состоял в сокрушении флангов немецкой группы армий «Центр», окружении основных ее сил восточнее столицы Белоруссии и полном освобождении территории этой Советской Республики. Осиповича освободили в ходе ее первого этапа 28 июня 1944 года. Теперь партизанскому отряду предстояло слиться с частями Красной Армии, а их семьям наконец-то вернулся домой. Партизаны наставляли родных ехать только по дороге, не сворачивать в лес, где могут прятаться недобитые группы фашистов. Но люди некоторые настолько были рады, что свобода, что все, Фединой семье была своя лошадь, была своя телега, значит, и она поехала через лес. А в это время в лесу немцы уходили, они же прятались, они разбрелись по лесу, и они ее убили вместе с этим ребенком. Почему Федя ездил туда? Потому что искал это все, всех опрашивал, всех-всех. И одни люди сказали, что мы их похоронили. Они даже показали, где они похоронили. Вот так погибла семья Феди Крыловича. От рук фашистов погибли почти все родные Федора Крыловича. Младший брат Алексей, воевавший в партизанском отряде имени Фрунзе, сестра Софья, которая там же была связной. И вот теперь самые близкие и дорогие жена и дочь. После грандиозного взрыва, попав в партизанский отряд, Федор еще не раз напоминал о себе гитлеровцам на станции Осиповичи новыми диверсиями. В сентябре 1943-го Крылович разработал операцию, в результате которой был взорван генератор железнодорожной электростанции. Спустя неделю вместе с товарищами в вагонном парке уничтожил блокпост, а 5 ноября взорвал трансформаторную подстанцию вагоноремонтного пункта в Осиповичах. При выполнении этих и многих других заданий Федор не раз был контужен. Так что о продолжении боевой деятельности не могло быть и речи. Как и ради чего жить дальше, Федор просто не знал. Возвращаться, по сути, было некуда. Дом его семьи фашисты сожгли из огнеметов. Но надо было позаботиться о пожилом отце. Первый свой дом после войны, который они отстроили, это из шпал железной дороги. И весь дом занимал, общая площадь дома была где-то около 25 квадратных метров. Это одна комната, печка-буржуйка, земляной пол, две железные кровати и маленькая прихожая, буквально 3 метра квадратные. Вот в этом доме они жили сразу после войны. Как и прежде, Федор работал на станции. После войны в город возвращались люди. На груди многих красовались награды за боевые заслуги. А про подвиг Крыловича словно забыли. После войны люди собирались, увешанные наградами, в кафе, в ресторане, вспоминали события прошедшего времени. И Федор только сидел в простом, скромном пиджачке. Супергерой, как его сейчас называют, совершивший диверсию, величайшую в истории Великой Отечественной войны, был без ничего. Он не мог даже ответить на вопрос. Федя, так а вообще ты что-то совершал, какую-то диверсию? А может быть нет? А может быть паровозы, которые взорвались, уже были заминированы и пришли на станцию Осиповича заминированными, сидя за, ну скажем так, кружкой пива, Федор Крылович на очередной такой вопрос опустил голову и заплакал. В апреле 2021 года из Центрального архива КГБ Республики Беларусь в Осиповичский историко-краеведческий музей поступили уникальные документы. В их числе рапорт от начальника разведки спецгруппы «Храбрецы», начальнику 4-го управления НКГБ БССР с предложением представить к награде Федора Крыловича. Документ датирован февралем 1944 года. Оценивая значение и вклад каждого сотрудника спецгруппы, руководство НКГБ представило наградной лист на 4-х человек. Это исполнитель Федор Крылович, организатор Шевчук Сергей Савельевич, организатор связной Николай Потоцкий, и командир спецгруппы, действовавший в Осиповичском направлении, Бочериков. Вот 4 человека представлены, они были к ордену Ленина. Однако по непонятным причинам награждение в то время не состоялось. Золотые звезды и звание Героев Советского Союза еще в январе 1944-го получили другие люди. Руководящая роль партии, которую представлял в то время Николай Филиппович Королев, награда там была получена. Не обязательно за этот подвиг, а вообще за руководство подобным движением. Героя Советского Союза получил Николай Филиппович. Два партизанских командира, которые руководили партизанскими отрядами, тоже получили свои заслуженные награды. И только в 1949 году появился указ, где ему дали орден Ленина. Медаль партизану Отечественной войны первой степени. Эту медаль должны были сразу, еще в отряде ему дать. Вот тоже затянули. Почему это так? Я не могу ответить. В начале 50-х Крылович вновь женился на девушке из соседнего села, Софье. В семье родились два сына. А вскоре Федор уехал осваивать целины. Вот этой целины его, скорее всего, убил. Приблизил смерть, потому что он приехал оттуда очень больным человеком. Там были очень перепады температур большие. Они очень мерзли. Он приехал за суженными легкими. У него были проблемы с легкими большие. Федор Крылович умер в возрасте 43 лет. Есть такая семейная легенда, которую папа мне передал, когда я была маленькая, о том, что самая яркая звезда на небе – это звезда моего дедушки. И он всегда на нее смотрел и говорил, что отец его видит оттуда, и он должен соответствовать, и вся его семья. За нашей спиной находится памятник герою народной славы, скажем так, к сожалению, не героя Советского Союза Федора Крыловича. Я думаю, что то, что совершил Федор, достойно такого высокого звания, и кроме этого красивого памятника, он будет носить не менее красивое звание, и, что самое главное, заслуженное. Его подвиг заслуживает того, чтобы он получил это звание. Официальная причина смерти Федора Крыловича – сердечная недостаточность. Но в семье героя уверены, его смерть носит криминальный характер. Незадолго до гибели он рассказал близким, что встретил и узнал женщину-врача, которая проводила опыты над военнопленными. Федор предложил ей сдаться добровольно. Та умоляла бывшего подпольщика дать ей хоть немного времени подготовить близких. А на следующий день Крыловича пригласили на юбилей, где было немало незнакомых гостей. Во время застолья, выпив всего одну рюмку, Федор упал. Изо рта пошла пена. Он умер, не приходя в сознание, как былинный богатырь, который оказался повержен с помощью подлой уловки, потому что был просто непобедим в честном бою. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова